всем привет друзья Саратов на связи у тебя голова сделай себе на полный экран вот у меня даже немножко глухаря видно всем привет приветствую поздравляем вас 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне с этим великим праздником который неразрывно связан с историей нашей страны который остался болью в сердцах целых поколений многих поколений и до сих пор отзывается аука и цена всех с праздником друзья как и обещали мы выходим с вами в прямой эфир в этом эфире мы дадим ответы на все самые распространенные вопросы по охоте на водоплавающую птицу которые нам поступали в течение прошлого сезона у меня у нас на канале в ютуб а также в наших соцсетях под комментариями наших фотографий значит ответы мы вам будем давать на все вопросы таких вопросов у нас порядка 12-13 эти вопросы наиболее часто задаваемы поэтому если у вас возникнут какие-то еще дополнительные или вообще просто вопросы вы можете написать в комментариях поэтому сейчас мы начинаем давать ответы и после основной группы вопросов мы ответим на те вопросы которые сейчас не прозвучали первый вопрос у нас был от одного из подписчиков в нашем инстаграме это Гаврила Хабб задавал его как относятся наши семьи дети жены к нашему увлечению по охоте на водоплавающую птицу как у тебя Юра жена относится к охоте к твоему увлечению ну по-разному но в целом можно сказать что положительно относится к моему увллечению ибо увлечение достойное увлечение правильное увлечение которое дает развиваться личности к человеку, как личности дает раков gia которая приближает человек к природе в целом и вот положительно я в этом году находился на охоте Но вот как она открылась, в этот момент открытия, это закрытие каждый день. Две недели. Да, две недели. И причем две недели – это не самый большой период, когда мы находимся на охоте. У нас бывает охота и по месяцу, когда у нас нет дома. Но это все планируемо. То есть все наши близкие, родные знают, что мы уезжаем на охоту, уезжаем на сезон. Сезон у нас начинается в одном регионе, а заканчивается в другом. Поэтому где-то в среднем дней 20-30 мы проводим на охоте весной. Сегодня, конечно, мы меньше провели. Но по факту так. И мы стараемся охоту немножко отделить от семьи. То есть мы охотимся сами. А с семьей мы до этого, либо после этого, в летний период. Как правило, весной у нас такие длительные охоты. Осенние, конечно, на утку у нас они поменьше проходят по периоду. Именно по продолжительности отсутствия нас дома. А по продолжительности по времени, конечно, осеннее дольше, чем весеннее. Но там мы выезжаем на вечерку, возвращаемся домой. А здесь мы уехали и через две недели вернулись. Поэтому жены знают, жены в курсе. И самое главное, это не наносит никакого ущерба ни семейному бюджету, ни нашим отношениям. Тыл у нас всегда прикрыт. Поэтому мы можем совершенно спокойно, благодаря нашим верным спутницам, ехать на охоту. И получать те положительные эмоции, то удовольствие, которое нам необходимо как охотникам, как добытчикам в первую очередь. Итак, ребят, перейдем ко второму вопросу. На первый такой вводный, так сказать, вопрос мы ответили. А сейчас у нас вопрос следующего плана. Самый наиболее популярный вопрос, который звучит везде в соцсетях, на канал YouTube, это вопрос, какими патронами мы стреляем, какой номер дроби, какое дульное сужение используем, какие ружья используем в своей охоте. На этот вопрос ответит Юра. Послушаем. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. По патронам. Пройдемся сразу, у нас эфир один час, попытаемся в него все уложить. По патронам. Мы используем патроны, начну с марки. Ну, практически любой известной марки. Патроны любой известной марки будут стрелять плюс-минус примерно одинаково. Мы не покупаем самые дешевые патроны непроверенных марок, непроверенных производителей или производителей проверенных, но с отрицательным опытом. Мы это не покупаем. По брендам говорить не буду. Любая известная марка патронов нас удовлетворяет. Вторая часть этого вопроса заключается, какой дробью мы стреляем на охоте. Мы используем на гусиной охоте весной, мы используем, ну, не только весной, но и осенью. Используем дробь от тройки до единицы. Тройки до единицы. На летней, осенней охоте на лутку мы используем дробь от семерки до пятерки. Семерку используем в начале сезона, в пятерку в конце сезона, когда остается один крикаж и уже спереленявшись набитым пером, тогда используем дробь в пятерку. В принципе, при правильной организации охоты, при манной охоте, когда у тебя правильно расставлены чучела, ты правильно замаскирован, хорошо манишь, стрелять приходится на небольшой дистанции. Можно использовать любую дробь. Но наша практика показала, что не надо увлекаться переходом в слишком мелкие номера дроби, либо в слишком крупные номера дроби. И используем мы вот перечисленные номера дроби как, ну, так называемую золотую середину, которая удовлетворяет, ну, потребностям выстрела на уверенную дистанцию до 40 метров. Значит, следующая часть этого вопроса — это навеска. Многие спрашивают, какая навеска, какая мощность, так называемая, патруна мы используем. Опять же, здесь не нужно борщить, не нужно увлекаться большими навесками. Это абсолютно лишнее, ни к чему, кроме головной боли, это не приводит. Только к лишней отдаче, к лишнему подбросу ствола, ну, и повышенному износу ружья. Приводит использование магнумских и супермагнумских патронов. Используем патроны с навеской 32 грамма, они очень сбалансированы. Они, эти патроны с очень хорошей резкостью, у которых вполне достаточно и навески, опять же, вполне достаточно для того, чтобы уверенно добыть птицу на дистанции до 40 метров, ну, максимум 40. Дальше уже стрелять, на наш взгляд, смысла нет никакого. В охоте мы используем ружья полуавтоматические. Ну, мы конкретно с Димой перешли на ружья фирмы Бенелли, как проверенные, удобные, эргономичные и приятные в стрельбе, прикладистые и, самое главное, безотказные ружья. Самое главное, безотказные ружья. К вопросу безотказности мы еще вернемся в другом вопросе. А пока, ну, на этом вопросе, пожалуй, все. Пожалуй, все. Значит, переходим к следующему вопросу. Ребята, активно задавайте вопросы в своих комментариях. Мы постараемся на наиболее интересные из них дать ответы после ответов, ну, вот на самые распространенные вопросы, которые у нас возникли. Значит, переходим к третьему вопросу. И третий вопрос у нас – это одежда для охоты на водоплавающую птицу. Значит, в комментариях в YouTube поступает ряд вопросов от таких охотников. Я сейчас назову ники, не знаю, будут они смотреть Instagram или нет, но в YouTube мы все равно выложим это видео. Это Юрий Катыхов, Александр. Еще несколько человек в YouTube задавало подобный вопрос. В Instagram поступил также вопрос от Гаврилы Хаба, вот, Хаба, по одежде охоте на водоплавающую. Ну, соответственно, от кого-то поступает, какой размер ношу я, но готовясь к этому эфиру, я выделил основные моменты по одежде для охоты на водоплавающую. Быстренько, вкратце постараюсь рассказать о нюансах и особенностях подготовки именно своего снаряжения. Значит, в весеннее время нужно уделить в первую очередь внимание защитному слою. То есть мы уже прошли те моменты охоты, когда ты выходишь на утрянку, начинается дождь, ты мокнешь до нитки, у тебя начинает хлюпать в сапогах. То есть мы уже от этого отошли. И когда ты готовишься к этой охоте, покупаешь дорогие чучела, готовишь снаряжение, маскировку, делаешь окоп, и вдруг начинается дождь, уезжая за тысячу километров от цивилизации в поля, и начинается дождь, и ты мокнешь до нитки, до трусов, и ты понимаешь, что, ребят, дело это просто в хорошей одежде, которая позволит тебе охотиться в любых ситуациях. Поэтому в первую очередь при выборе одежды нужно обратить внимание на защитный слой. Что такое защитный слой? У кого-то защитный слой может начинаться с химзащиты АЗК. Зеленый комбинезон, плащ, очень классная вещь для езды на лодке, незаменимая просто. Накрылся, укрылся, вещи укрыл, никакие брызги, никакие осадки, ветер тебя не продувает. Но для охоты все же эта вещь не самая удобная. Во-первых, мне неудобно стрелять, во-вторых, она не дышит. То есть защитный слой, он должен дышать. Практика показала из нашей охоты то, что не только охота, а рыбалки. Показала, что в суровых погодных условиях лучше всего держит защитный слой именно осадки, ветер сильный, снегопад, порывы ветра с дождем, морозь, брызг, все что угодно. Это мебрана гортекс. Это не реклама, она и есть мебрана гортекс. Все это прекрасно охотники и рыболовы знают. Производители этой мебраны можно перечислить на пальцах двух рук. Наверное, может быть, даже одной руки можно перечислить. Поэтому вы выбираете под себя мебрану обязательно. Та, которая проверенная, а проверенная это гортекс. Если нет, значит, сейчас на рынке существует куча других мебран, но главное это защитный слой, поверхностный, который в первую очередь, а, защищает вас от осадков, неважно, снег, дождь, брызги под квадроцикл, там, не знаю, все-все-все, все что угодно. А второе, б, это паропроницаемость вот этой самой одежды. По сути, мы могли бы охотиться и в зеленых плащах вот этих от химзащиты, покрасив их коричневой краской там или нанести на них камуфляж. Но эта вся тема не дышит, ребят. И если вы делаете укрытие, маскируете, сидите в скоротке, вам необходима качественная, хорошая мембрана, которая будет защищать вас от осадков и отводить влагу. Почему я именно заостряю внимание именно на защитном слое? Потому что вся тема используемых слоев, она очень интересна. Но если у вас есть возможности приобретения, у большинства охотников, у наших нет возможности приобрести полностью все слои, начиная от термоодежды, утепляющего слоя, влагоотводящего и защитного. Но минимальный слой – это защитный. То есть защитный вам в любом случае нужен, а дальше вы уже сами будете подбирать утепление. То ли вам бабушка свитер свяжет, то ли вы купили где-то в ближайшем магазине флисовый балахон или олимпийку. В принципе, роль здесь это уже не так будет сильно играть. Поэтому вот на это нужно обращать внимание. То, что мы охотимся, и у нас в комментариях пишут, что мы там понтуемся в этой одежде, то, что у нас ситка там, она неизвестно каких денег стоит. Слушайте, ну, ребят, мы пришли к этому. Я вам уже в самом начале сказал, что когда ты готовишься, покупаешь дорогие чучела, готовишь свою машину, оснащаешь ее по последнему слову проходимости, пытаешься заехать в те угодья, где никого нет, и при этом ты вылезаешь туда в ватные телогрейки, и вся вот эта твоя подготовка пошла просто на смарку. Поэтому мы стараемся получить максимум удовольствия от самой охоты. Опять же, эта одежда не зря считается элитной, лишь только даже потому, что она грамотно пошита. Действительно комфортно вкладываться при стрельбе, перемещаться, передвигаться, поворачиваться, смотреться, нигде ничего не давит, ничего не тянет. Тут тема такая, как бы, каждому что удобно. Но при этом мы с удовольствием пользуемся химзащитой, плащом зеленым, когда идем на лодке, когда укрываем вещи, то есть вещь незаменимая. Значит, по своему комплекту могу сказать, остановиться на том, что у меня это первая защитный слой, далее слой утепляющий и слой поверхностный. В принципе, у меня также оснащается Юра, и все близкие наши охотники в нашей команде одеты именно по этой методике. Поэтому, если вы будете смотреть и выбирать в дальнейшем себе одежду, именно отталкивайтесь от защиты, защиты от влаги, от осадков, от ветра и от непогоды. Итак, на этот вопрос, я считаю, ответил полностью. Переходим к нашему четвертому вопросу. Этот вопрос не менее значимый, которые были до этого, и не менее трогательный, потому что он задевает именно большинство наших подписчиков, зеленых, там, голубых, фиолетовых, оранжевых, всю оппозицию задевает. Значит, я думаю, вы уже догадались, это какой лимит по гусям, какая норма отстрела, как вы берете бумаги, и именно бумаги на разные регионы охоты, когда планируете поездку. Этот вопрос задало порядка восьми человек. Вот Клаксон Бер, Владимир Бортмех, Дмитрий Буздалов, Алексей Алексей, это все подписчики наши на YouTube, и еще несколько человек, я не стану здесь перечислять, потому что очень много. Всех интересует этот вопрос. Кто-то с негативом пишет, на каком основании вы столько стреляете, птицы, куда вам столько, и что вы с ней будете делать, а кто-то именно положительно. Молодцы, ребята, я очень рад, потому что у нас норма один гусь, а у вас там пять гусей. Юра ответит на этот вопрос вам. Да, дорогие друзья, смотрите, значит, в регионах, в которых мы охотимся, нормы, начну с нормы рассказывать, норма добычи дневные, суточная норма добычи на человека составляет от трех до десяти гусей. Где-то это три, где-то четыре, где-то это шесть, где-то десять, где-то пять, вот в Волгоградской области, например, пять в общедоступных угодьях. Поэтому, ну, так скажем, нас эти нормы, они, ну, не сильно лимитируют. Если мы добудем нам, допустим, по шесть гусей, каждому добыть разрешено в одном районе, мы добываем двенадцать гусей за одну зорьку, и прекрасно довольны этим результатом, на двоих. Если же у нас в скратке находятся не двое, а трое, четверо, ну, иногда и пять человек у нас находятся, ну, сами понимаете, арифметику умножьте и получите достаточно приличную кучку гусей или целую поляночку гусей. Получается. Значит, вторая часть этого вопроса заключается в том, как мы берем путевки, где мы их берем. Перед охотой мы, естественно, смотрим сроки открытия охоты, определяем регион, в котором приблизительно этот регион не обязательно затрагивает одну область, он может затрагивать две или три области охоты сразу, и путевки мы берем заранее. Ну, все зависит от того, кто ближе находится, тот путевки и берет. Если я нахожусь ближе, я еду в Саратскую область, ну, к себе, в Саратскую область беру здесь путевки, еду в Волгоградскую область или едем вдвоем уже с Димой и берем там путевки и охотимся в двух областях, в соседних. Когда мы выезжаем на охоту, мы не знаем, где мы будем конкретно охотиться. Поэтому мы подстраховываемся и берем путевки на максимальное количество районов, в которых нам кажется перспектива хорошо поохотиться. И эти путевки нам дают формальное право охотиться, но на большой территории нам развязывают руки, в том числе и в разведке. По гусям. Третья часть этого вопроса, вот негативная, когда спрашивают, вот вы нарушаете ли вы норму отстрела. Ну, так скажем, мы практически никогда не допускаем нарушение норм отстрела. Мы стараемся добыть именно столько гусей, сколько нам положено. В этом вопросе я попытаюсь раскрыть вам одну хитрость, может быть, вы ее не знаете. Она связана со второй частью этого вопроса. Когда я сказал, что путевки мы берем в разные регионы, так бывает, что мы охотимся на границе регионов или на границе районов, или на границе хозяйств. И мы можем охотиться утрянку в одном хозяйстве, а вечерку в другом хозяйстве. И норму мы можем выбрать по одному хозяйству 12 гусей на утрянке и 12 гусей, переехав какой-то километр, в другом хозяйстве мы можем. Итого, совокупно у нас за день получается, ну, скажем, 24 единицы гуся, утки, не принципиально чего. Это нам позволяет добыть достаточно гуся в короткий промежуток времени. Дело в том, что мы придерживаемся такой тактики, что нужно хватать удачу за хвост, пока есть возможность охотиться. Мы охотимся. Птица перелетная может в любой момент перелететь. Мне кажется, я достаточно хорошо раскрыл этот вопрос. Переходим к пятому вопросу. Пятый вопрос. Это у нас прозвучал также на канале YouTube от нескольких охотников. Олег Мира, Марка Мустафа, Коля. Вопрос звучит следующий. Собака на охоте. Вопрос достаточно глобальный. Я решил вам осветить то, как мы пришли к тому, что нам необходима собака на охоту. Значит, собака со мной охотится начиная с 2012 года. Это как раз вопрос был дополнительно, какая порода. Порода это лабрадор-ретривер. Она у нас охотится и весной, и осенью. Но осенью мы еще дополнительно с собой берем Юриного Дратхара. Дратхар немножко больше, чем лабрадор. Соответственно, он более такой импульсивный, скажем так. И, грубо говоря, то, что может терпеть лабрадор в окопе, в яме, то Дратхар очень сложно терпит. Но если терпит, то он занимает достаточно много места. Ну, это, во-первых, и собака больше сама по себе. При этом она не уступает в качествах поиска и подачи птицы. А это для нас вот самое основное. То есть, поэтому мы на осенней охоте, на водоплавающую, на утку, мы используем двух собак, даже в одном с кратки. И это вполне оправданно, очень удобно. Одна собака пошла за одной птицей, вторая собака пошла за другой птицей. А весной мы используем одну собаку, это леди. Значит, дополнительно поступал вопрос, почему я с ней... Очень много, причем я даже их здесь не перенаписал, не озвучил, очень много задавали вопросов, почему я с ней разговариваю на английском. В первую очередь, потому что эта собака была привезена из Луизианы. И я ее привез в возрасте 6 месяцев. До 6 месяцев ее обучали, тренировали базовым командам послушания, именно там, на английском языке. И чтобы не переучивать собаку, хотя ничего сложного не представляло переучить ее на русский, она параллельно русским командам, даже больше, чем командам эмоций и моему выражению лица понимает русские слова, так же, как и американские. Поэтому мы оставили так, общаемся на английском. Понятно, что у нас произношение этих слов отличается от произношения, скажем, того же самого американского, луизианского диалекта, акцента. Поэтому, ну, как можем, собака понимает, и самое главное, понимает даже некоторые другие слова, которые иногда у нас выскакивают, проскакивают видео, потому что это налет, после налета мы дико орем, как будто там, не знаю, что-то происходит страшное, потом видео пересматриваю, когда монтирую ролики, и понимаю, блин, у нас процентов 20-30 видео отлетает просто из-за того, что мы начинаем там матом с собой там и на собаку, и собака тут, и, ну, собака на кипише, конечно, для нее это интересно, собака очень импульсивно, она прям очень хочет охотиться, для нее это налет просто, она там дрожит вся, не может сдержаться, значит, плюсов в охоте с собакой очень много, плюсов больше, чем минусов, есть, конечно, минусы неудобно, то, что нужно копать больше яму, готовить больше скрадок под нее, а из плюсов то, что это весело, то, что это, в первую очередь, удобно, не надо выскакивать из ямы, собака выпрыгнула, быстренько принесла, тебе собрала всех птиц вокруг, во-вторых, никаких подранков, собака, ни одного подранка, ни осенью, и осенью, когда осенью падает в камыш, все собирается, все находится, поэтому собака обязательно должна быть на охоте, неважно, будет у вас там спаниель, будет у вас там Дратхар или Курцхар, если собака приучена к скоротку, приучена к стрельбе, приучена к поиску и подаче дичи, это самое важное и необходимое, поэтому заводите собак и охотьтесь с ними, значит, переходим к шестому нашему вопросу, этот вопрос тоже не менее значимый, значит, задавали его как в YouTube, так и в Instagram, Александр А, Сергей Шахнюк, Асирис, Дмитрий Романов, это все подписчики наши из YouTube канала, значит, ребята задавали вопрос по маскировке, какую мы маскировку используем, как, что, кто производитель, то ли будут сети, то ли мешковина, то ли ткани, конструкции, самодельные конструкции, лежачие, скороткие ямы, вопрос глобальный, очень коротко Юра постарается на него сейчас ответить, да, вопрос действительно заслуживающий целого большого видео, но коротко постараюсь ответить, значит, по маскировке, все зависит от условий, конечно, охоты, если мы находимся в поле, если это полевая охота, будь то там осенняя или весенняя охота на гуся или утку, то есть несколько типов укрытий, которые мы используем, и нам их приходится все возить с собой, поэтому машина или там другой транспорт, на котором мы едем, забиты просто доверху. Значит, если мы охотимся в поле, то мы используем, ну, как правило, три вида укрытий. Это наземные укрытия, туалетоподобные, то есть, ну, что-то построенное на земле. У нас есть наработки таких укрытий, своего, скоротка, скоротка по своему типу построенного. Надеемся, что в ближайшее время мы, может быть, даже представим его на продажу. Он еще требует обкатки дополнительной, в этом году не все получилось в силу понятных причин. и так, возвращаясь к вопросу о типах укрытий, кроме наземного, который возвышается над землей, значительно возвышается над землей, используем также лежачие скоротки. Да, эти скоротки, конечно, намного менее удобны с точки зрения, ну, с любой точки зрения намного менее удобны, но они намного более мобильные. Устанавливать именно лежачие скоротки. Идеальным вариантом в любой маскировке, в полевой маскировке, это является ям. Но в то же время, в то же время является самым многозатратным, самым трудозатратным мероприятием, мероприятием, которое требует, отнимает много времени, очень много сил. И самое главное, что выкопав яму, выкопав окоп, замаскировав его должным образом, вы лишаетесь мобильности. Если птица вдруг по каким-то причинам сместилась на соседнее поле, ваша яма не работает, все, вы лишены всех преимуществ, скажем, это вас кратка, просто они множатся на ноль, эти преимущества. Значит, в маскировке любого укрытия, какое бы оно ни было, в том числе и лежачих скоротков, мы используем маскировочные сети и используем мешковину. Что касается маскировочных сетей, то маскировочные сети мы используем фирмы Нитекс, это, пожалуй, на нашем российском рынке, это один из самых качественных товаров, они делают действительно достойные вещи, которые и по цветовой гамме очень разнообразны, очень функциональные, крепки, и на протяжении многих лет показали свою износостойкость и реальную пригодность в охоте. Что касается мешковины, которую тоже мы используем для маскировки различных укрытий, в том числе крышек для ямы или же наземных укрытий, то, но, к сожалению, в нашей стране пока, ну, мы не знаем производителей, поэтому мы покупаем мешковину американского производства, это фирма, разные фирмы, Every, L-Line, ну, многие, многие фирмы, в Америке много, кто производит эту мешковину. Сказал, мешковина, Юра, лен, по сути, она же из льна делается, ну, из льняного мешка, да, который вкусно уже исторически в России производится, и казалось бы, делать здесь мешковину, а кусок ткани покупаем с тобой в США. Покупаем из США, платим бешеные деньги за доставку, всего лишь для того, чтобы она была раскрашена в нужный цвет, вот и все, хотя ее, может быть, даже у нас делают, им отправляют, они ее раскрашивают. Спасибо. Раскрашу по сетям. Значит, по маскировочным сетям мы используем маскировочные сети, фирмы Нитекс, они очень качественные, очень крепкие, если берем нормальную серию, серию там пейзаж, пейзаж профи, серию профи, так скажем, берем, то они очень многообразны, во-первых, по цветам, но нужно иметь в виду, что купив одну сетку Нитекс, вы с большой долей вероятности не попадете в расцветку местности, поэтому нужно закупаться маскировочными сетями, чтобы как-то попасть. И маскировочные сети в большинстве случаев все равно приходится домаскировывать местной растительностью, так или иначе приходится. Если же мы охотимся осенью на воде, то мы маскируем лодку, также мы ее маскируем и сетками, делаем дуги на лодке, натягиваем эти маскировочные сетки, домаскировываем их камышом, либо строим скрадок стационарный в камыше, ну и его немножечко домаскировываем камышом, который срубили мочит. Ну вот примерно как-то так попробовал я ответить на вопрос о маскировке. Вообще там, наверное, отдельные темы. Поэтому говорить очень много. Мы не коснулись тут лежаков, очень поверхностно коснулись ям, поэтому крышек на ямы, потому что очень большой опыт уже отработан именно по крышам, по укрытиям, по всем этим моментам. А это, по сути, даже у нас ключевое. Вот мы сейчас как раз говорим о маскировке, немножко отвлечемся. Вот Татьяна у нас, наша общая знакомая, пишет по маскировке пеленки. Татьяна, мы, наверное, сделаем с Юрой отдельное видео касаемо средств маскировки, где мы покажем то, чем мы пользуемся и в некоторых интерпретациях под разные условия охоты. Потому что тема открытая, вопрос требует часового обсуждения именно конкретно этой маскировки. Поэтому мы сейчас не будем застрять внимание. Есть варианты маскировки на зеленке, есть варианты маскировки на пашне. Они, в принципе, рабочие, один лучше, другой хуже, но мы их обсудим уже, наверное, отдельно. Значит, переходим мы к седьмому вопросу нашему. Отвечу на него я. Это разделка птицы и почему мы берем только грудки. У нас очень много поступает замечаний в комментариях, потому что на некоторых видео мы начинаем рассказывать о том, как мы, а еще более того, мы начинаем даже показывать, как мы разделываем птицу непосредственно к столу и приготовление блюда, и мы, по большому счету, вырезаем из них грудки. Значит, прежде чем начать ответ, давать ответ на этот вопрос, я немножко вернусь назад. Юра рассказывал о количестве добытой птицы. Соответственно, мы стараемся добыть птицу по максимуму в пределах разрешенных лимитов, а это минимум у нас на одну бумагу получается порядка 30 птиц на одного человека за 10 дней охоты. и птицу мы в период добычи день, два, три, четыре стараемся вообще никак не разделывать. Максимум все, что мы делаем, мы ее потрошим, укладываем в ледники, в холодные места, где-то на проветривание, где-то с обработкой горчицы. Способы, варианты вы можете посмотреть на нашем канале. Как мы ее сохраняем, птица вполне отлично сохраняется в период 5-6 дней, не обработанная, но потрошенная. То есть, мы перед этим сделали некоторые моменты мумирования ее сохранения. Это позволит нам по максимуму не отвлекаться от охоты на разделку птиц. И, соответственно, когда мы возвращаемся к процессу разделки самой добычи, соответственно, у нас получается порядка 50-60 птиц за эти дни, которые необходимо обработать. И, соответственно, всех 60 мы, естественно, щипать не будем, потому что щипанная птица это буквально там 3-4 культовых блюда, которые можно приготовить именно щипанной из целиковой тушки со шкуркой. Это гусь там тушеный, дольки гуся разрубленные, шулюм-мулюм, плов и интерпретация этих блюд под другие немножко условия. В основной своей массе мы готовим эту птицу в виде фарша, либо котлеты, либо ёжики, либо пельмени из гусятины, либо гусятина в сушеном виде, типа мастурбы и прочие полусушеные полусушеные блюда. Поэтому Юра засмеялся, бастурма, конечно же, конечно же, бастурма. Значит, просто у нас такое культовое название этого блюда. Вполне очень хорошо получается, если грудка промаринованная в вине в красном, потом отлежавшаяся и высушенная на ветру в специях, вообще отличный деликатес из птицы. Вообще птица не представляет собой прям великих гастрономических свойств, поэтому мы по максимуму стараемся срезать с неё мясо, при этом минимум выкидывается в природу, всё, что выкидывается в природу, естественно, подбирается животными, койотами, лисами и прочим хищным составом, да, где-то перья птички растаскивают, то есть мы стараемся уважительно относиться к добытой птице, это в любом случае, ничего просто так не погибает, не умирает, всё мясо собирается, забирается либо в тушках, либо снятая с кости, с кожи, там, с лапок, с ножек и используется в приготовлении пищи, у нас в семьях птица пользуется популярностью наравне так же, как и другая дичь, никто не брезгует, и дети, и жёны едят, и вполне себе нормально, надеюсь, я ответил на этот вопрос, потому что бёдра не берёте, берём бёдра, берём, конечно, бёдра, берём, берём крылья, даже вот это вот крылья, плечевой, плечевой сустав, там достаточно очень много мяса, и мясо переходит на лопатку, на спину птицы, там очень много мяса, всё аккуратненько очень вырезается, и всё, соответственно, забирается полностью, более того, ну, порядка, ну, сколько мне надо, там, 15 тушек, целикового гуся на весь год, то есть, ну, соответственно, там, 10-15 тушек я оставляю под себя, ощипанного, жирного гуся, но бывают такие места, где гусь просто худой, и поэтому там только забрать остаётся мясо, ну, естественно, ливер, то есть, плубки и сердце обязательно забираются, это деликатес отдельной категории, значит, ребят, переходим мы к другому вопросу, восьмой вопрос, это вопрос Юрин, и здесь у нас, значит, вопрос звучит так, это техника на охоте, вездеходы, внедорожники, квадроциклы, это любимый Юрин вопрос, почему 105-ка, где обзор на 105-ку, и когда ты купишь квадроцикл себе? да, это действительно один из моих любимых вопросов, не сказать, что он мне сильно нужен, этот вопрос, вот так вот, чтобы постоянно о нём задумываться, но он меня каждый год очень сильно беспокоит, очень сильно меня тревожит и беспокоит, я начну отвечать на этот вопрос с конца, я не являюсь сторонником, даже являюсь категорическим противником всяческих запретов и ограничений, которые нам наше государство устраивает на протяжении последних нескольких десятков лет, категорически против этих всех запретов, но, если бы у меня была такая возможность, я бы первым делом, что бы сделал на весенней охоте в центральной полосе, я бы запретил квадроциклы, снегоболотоходы и прочую вездеходную технику, я бы её запретил вообще-то тотально использовать, приравнял бы к браконьерству, к самому худшему виду браконьерства, потому что, объясню теперь почему, не мочит, люди, ну, видимо, в силу нашей культуры, нашей культуры, так, конечно, можно далеко зайти с запретами, но в силу нашей культуры они не понимают, как пользоваться этой техникой, и кроме вреда, вот эти квадроциклы ничего не наносят абсолютно, люди постоянно, каждый год я встречаю, ну, не каждый, почти каждый год встречаю с квадратными глазами, вот с такими, вот едут на квадроциклы, все в дерьме, извините за выражение, вот так вот, сверху в дерьме, едут, расшугивают всю птицу, просто всю птицу, расшугивают, едут туда, потом едут обратно, потом вдоль, поперек, по диагонали, по полям, по всем, расшугивают все, и охота и портятся вообще без единого выстрела, даже до открытия, они просто проехали, так, расшугали, она опять там приземлилась, они проехали, и все, все, пешком, ведь не пойдешь, ну, подъезд, посмотрел, и не пошел, а на квадрике газ дал, и поехал, газ дал, и по полям поехал, как один мне охотник отвечал на вопрос, зачем ты поехал по полю, он говорит, а я думал, это гуси, а это оказались грачи, ну, вот, что тут можно дальше добавить по этому вопросу, дело в том, что вся эта техника, у меня нет квадроцикла, ни баги, ни квадроцикла, там, ни пельца, там, не арго, ничего, я про среднюю полосу говорю, я бы запретил в средней полосе, вот, в средней полосе запретил бы категорически, у меня этого нет и не будет, потому что вся эта техника, она не то, чтобы вам помогает. Когда север, это необходимость, то есть, это тракт, который доставит тебя до места охоты, то есть, до какого-то зимовья по болоту, правильно? По болоту. Да, по болоту. Но если это средняя полоса, если это обычные поля, то здесь нужен только нормальный подготовленный внедорожник, который сможет с этой задачей справиться, на котором ты доедешь, привезешь все свое необходимое на место и дальше уже пешком, ну или по коротенькой на машине завезешь, поставишь, построишь свой скрадок. А квадроциклисты и прочие аргошники, они просто замучили только матом, очень так жестко матом они замучили, они портят не только нам охоту, не только мне, там, Диме, нам с ним охоту, но они портят вообще всем и в том числе и себе. Охоты нет просто из-за них. Без выстрела портится вообще все. Значит, у меня время вопроса заканчивается, перейду к вопросу о том, к какой же технике мы перешли. Мы перешли к нормальной внедорожной технике, к автомобилю, это автомобиль категории B, который подготовлен для бездорожья, который достаточно проходим. И самое-самое-самое главное, что вообще можно сказать про внедорожную технику, это, пожалуй, критерии как бы не даже более значимые, чем проходимость. Это надежность. Это надежность, потому что можно вот все, что Дима перечислял, там, снаряжение, одежда, все-все-все-все-все это сделать, и из-за поломки автомобиля просто это всего накроется медленным тазом. Я такой проходил, был у меня автомобиль не совсем надежный, были потеряны охоты, и ни одна, и ни две, и ни пять. Не самые приятные впечатления. В общем, в технике самая главная надежность, во-вторых, проходимость, и в-третьих, голова. Переходим к девятому вопросу. Девятый вопрос, он будет совсем маленький, коротенький, буквально там на одну минуту. У меня много пишут в комментариях, почему мы выпустили на нашем канале три видео, три ролика с охоты весенней 2019-го, и назвали ее 2020. Для тех, кто этот вопрос писал, это Виталий Левсенко на Ютубе писал, еще там человек пять-шесть писал, я не всегда на все отвечаю, конечно. Ребят, ну, назвали просто, потому что это было интересно, на период именно выпуска этого видео, как раз начало сезона 2020 года, но сейчас мы это все дело переименуем, конечно, в охоту 2019-го. Руки дошли, смонтировали, немножко 20-го смонтировали, поэтому, ну, вот так вот поменяли. Это вопрос не стоит такого большого внимания, поэтому так вот получилось. Значит, десятый вопрос у нас, и это тоже достаточно большой вопрос, и снова достается Юре, это снаряжение. Вот он рассказал про нашу технику, которую мы используем, а теперь немножко надо рассказать о снаряжении. Здесь охотник ФДР на Ютуб-канале задавал вопросы, и периодически так поступают вопросы, какие мы используем ящики, насколько это удобно, рационально, как мы компонуем погрузку, разгрузку нашей машины, где мы ночуем, какую используем палатку, и вообще по снаряжению. Вот, Юра, ответишь. Снаряжение – очень общий такой глобальный вопрос. Опять пробегусь голубым по Европам, но на отдельных моментах останавливаюсь чуть поподробнее. Значит, первым моментом, который обязательно стоит отметить, это у вас в любом случае, как бы вы ни охотились, у вас должен быть наземный лагерь, на земле лагерь. Это должна быть либо кухня, либо спальня, либо обязательно. То есть вам нужна какая-то палатка, какой-то шатерообразная, какой-то шатер, чтобы вы могли там разместить свои вещи и там проводить время днем. Потому что ни с чем нельзя сравнить ощущения прозрачных стенок, когда вы слышите голоса птиц пролетающих, и вы не сидите там в машине или в катере где-то задраен, и сидите, ничего не видите, не слышите, а когда вы сидите в палатке, готовите пищу и слышите, как тут пролетели бузи, тут свизи просвистели. Ну, это ни с чем не сравнимое ощущение. Значит, в своем снаряжении мы используем палатку, палатки фирмы Маверик, шатры фирмы Маверик, ну, конкретно Космос-400. Вот для нашей компании это оптимальный размер шатра. В интернете посмотрите, погублите, что это такое Космос-400. Маверик Космос-400. Значит, что касается перевозки продуктов, то для перевозки продуктов всех мы используем боксы, специальные ящики, пластиковые фирмы Ирви Бокс. Это обалденная вещь, в которой очень четко укладываются все продукты, костровое оборудование, посуды, все там укладывается. закрывается близкой к герметичности, по герметичной, близкой к абсолютной герметичности крышки. Во всяком случае, от атмосферных осадков точно герметичной крышки. И ящики эти очень крепкие, очень устойчивые к ударам и к большим нагрузкам, ставятся один на другой многими этажами и очень компактны. Все наше костровое оборудование, вся наша посуда, все наши продукты питания находятся собранные по ящикам. В каждом ящике, если у нас в одном ящике скоро порчатся продукты, в другом ящике продукты, которые портятся, практически не портятся. В третьем ящике у нас находится посуда, баллоны с газом. Это все в закрытом находится пространстве, друг с другом не перемешивается. Еда не перемешивается с газом, Газ с едой не перемешивается. Раньше, когда я ездил на охоту, у нас был прикол такой, мы брали пакет с едой и спрашивали, а там что, крошонка или окрошка внутри, потому что пакет прыгает, на него все падает, там ящики, чучела, все это перемешивается. При использовании ящиков Irvi Box эти вопросы лишены вообще, абсолютно нет никаких проблем с перевозкой продуктов и всего, что касается полевой кухни. Значит, мы используем также на охоте, кроме перечисленного, очень важная вещь, это раскладушки. В летний-осенний период мы в шатре ночуем, прекрасно на раскладушках, раскладушки должны быть компактные, складываются не советские здоровые, потому что их просто перевозить особо не на чем. И используем также в нашей кухне, в нашем быте, не бьющуюся посуду, никакого стекла, никакого хрупкого пластика там быть не должно, потому что это все при перевозке, при транспортировке, при загрузке, разгрузке. Есть очень большой риск этого повредить, остаться просто без посуды и плюс еще все будет в осколках, абсолютно никому не нужно. Что касается использования спальников, тоже были вопросы по спальнику, используем очень теплые спальники, ибо жаркостей не ломит. Погода бывает разная, и осенью, и весной может захолодить по-зимнему, поэтому лучше теплый спальник расстегнуть, чем в холодном спальнике замерзнуть. Перейдем к следующему вопросу. Да, у нас одиннадцатый вопрос, ребята. Это вопрос, где вы охотитесь, поиск места. Роман Калинычев задавал этот вопрос в процессе, вот здесь вот в комментариях, чуть выше, кто включился, кто видел. Значит, где вы охотитесь, как вы выбираете место, как вы делаете разведку? Также этот вопрос задавало несколько человек на YouTube, Яковлев, Олег и Ежесними. Значит, я на этот вопрос отвечу очень кратно. Это вопрос точно так же, как и по маскировке, по каким мы маскировочные средства используем, сети и виды маскировки. Это очень глобальный вопрос, и он требует отдельного видео. И, пожалуй, что мы расскажем, дадим полный развернутый ответ на этот вопрос в таком же эфире, но отдельно посвященный непосредственно этой тематике, именно поиску и выбору места. Но, в первую очередь, так исторически сложилось, что мы уже охотимся порядка 10 лет этим коллективом нашим слаженным, отработанным. И места, соответственно, у нас тоже отрабатывались в процессе охоты. Мы уже примерно представляем географию, представляем, где будет минимум народа. В каких-то моментах мы даже можем пренебречь большим количеством птицы места, например, где меньше всего народу. То есть, там, где много птиц, там много людей. Там, где мало птиц, мало людей. Соответственно, мы, пренебрегая вот этим вот моментом, больше птиц, значит, надо туда мчаться. Мы, наоборот, становимся где-то в сторонке поодаль. И свое, в принципе, мы наманиваем, добываем. То есть, это вот одно из правил, которым мы руководствуемся. Также при поиске места мы, естественно, как и все, мониторим средства массовой информации. Это соцсети, всевозможные, какие есть. Плюс информаторы, которые у нас находятся на местах. А у нас практически, ну, в каждом регионе есть друзья, с которыми мы общаемся, которые дают информацию. Пришел гусь, не пришел, там, какая обстановка. И порой даже это не охотники, а просто люди, которые находятся в этот момент в полях, в угодьях. Это трактористы, там, пахари. И те, кто занимается сельским хозяйством. От них можно получить самую адекватную информацию. Мы с такими дружим общаемся. Ну, и, соответственно, все от них получаем. Если это разведка боем, так сказать, приехав в одно место от охоти, там, один-два дня, нам приходится делать разведку боем. То мы уже непосредственно выезжаем и проводим разведку, ну, в процессе самой охоты. Значит, и еще такой момент, разведку лучше всего делать в осеннее время, разведку тех мест, о которых мы уже предварительно знаем, куда мы можем поехать. Если есть такая возможность, например, вот как с плечом от сколько до 100 километров, мы можем отскочить, посмотреть там поля, чем засеяны, чем опаханы. Либо это в процессе зимней охоты на зайца, на лесу. То есть, там, ковырнул ногой пашню, посмотрел пашню, просо, не просо, кукуруза, не кукуруза, и уже весной ты более подготовленный. Значит, ну, считаю, что на этот вопрос я тезисно очень кратко вам ответил. Мы более развернуто сделаем отдельный эфир и дадим ответ на этот вопрос. Значит, у нас еще есть один вопрос. Это вопрос номер 12. Юра даст на него тоже очень короткий ответ, потому что времени эфира у нас совсем остается немного. Значит, вопрос по стрельбе. Задавали нам в комментариях в Инстаграм и в Ютуб. То, что мы очень много мажем при стрельбе и то, что рано начинаем стрелять. Да, значит, смотрите, дорогие друзья, что получается. Я до того, как начал смотреть видео, как мы стреляем, тоже думал, что я хорошо стреляю, у меня все нормально со стрельбой. Но когда вы начинаете пересматривать свое видео, вы понимаете, что нет, со стрельбой далеко не все нормально, далеко не все так хорошо. Мы, конечно, не спортсмены, мы не мастера и не кандидаты в мастера спорта по стрельбе. И мы, грубо говоря, мы в стрельбе являемся любителем, поэтому промахи – это нормальное явление. Это шанс для птицы. И я считаю даже, что это хорошо, если бы мы с такой подготовкой, как мы охотимся еще, и каждую птицу добывали и не промахивались. Ну, наверное, это было бы даже, наверное, неинтересно. Значит, по поводу того, как мы начинаем стрелять, то, что мы рано начинаем стрелять, ну, это оптический обман камеры, экшн-камеры. Кажется, что вроде как далеко начинается стрельба. На самом деле стрельба начинается у нас на абсолютно вменяемом и правильном расстоянии. Не рано, не поздно. Мы уже пришли по практике, когда нам нужно стрелять. Стреляем вовремя, своевременно, так, чтобы, если стрелять птицу, которая налетает над тобой, то тебе придется потом, когда ты встал и начал стрелять по ней, придется переступать и разворачиваться, потому что она залетит за тебя потом. Когда ты птицу начинаешь стрелять, чуть-чуть не допуская себя, то тебе не нужно переступать, она будет вот расходиться по сторонам перед тобой, и будешь в нее прекрасно стрелять в своем секторе, не нарушая норм техники безопасности, и достаточно результативно. Ну все, вот, друзья, мы ответили на 12 вопросов, которые мы выбрали, наиболее частые, задаваемые у нас в соцсетях. В процессе нашего прямого эфира мы уже 53 минуты вам вещаем ответы на эти 12 вопросов. Время очень быстро летит. Я выбрал порядка 6 вопросов. Вот у нас осталось 7 минут. Очень быстро постараемся дать ответы. Те вопросы, которые у нас звучали здесь, у нас в эфире. Значит, первый вопрос задает его жена Юра, уже несколько раз пишет в комментариях, берем ли мы с собой девчонок на охоту. Это видео мы будем транслировать и в YouTube, и в других соцсетях выкладывать, поэтому, ну, те, кто досмотрит, тому повезет. Значит, девчонок мы готовы взять в роли помощниц, поэтому в Директ присылайте свои сообщения с кандидатами на эту вакансию. У нас открыта вакансия на помощника по полевой кухне, по уборке, по мытью посуды и по массажу стоп. Поэтому мы рассмотрим любую кандидатуру, фотографию и резюме в Директ. Значит, еще один из вопросов, который дополнительно задавался, такой смешной вопрос, что самого интересного вы находили, когда копали ямы? На этот вопрос ответил Юра. Да, однажды мы копали яму, постараюсь опять же кратко ответить, и когда мы копали яму, мы искали углубление в местности, чтобы нам меньше копать. Но, как вы узнаете потом, это было непростое углубление в местности. Мы копаем яму, копаем яму глубже, глубже, она углубляется, углубляется, и тут у меня отец говорит, по-моему, я наткнулся на золото. Мы начинаем аккуратно разгребать, что мы там нашли, а мы наткнулись на кабель, наверное, диаметром 40, силовой кабель под напряжением, который идет к поливалке, к фрегату этому, который поливает орошайный. Он под напряжением, потому что на фрегате светятся фонарики, там все, горит эта поливалка. Кабель был под напряжением, и напряжение, я так понимаю, но там не меньше 380-400 вольт, если не больше. В общем-то, это самое интересное и опасное было. Еще один вопрос задавал Виктор РР, здесь у нас несколько раз, про манки на гумейника, целесообразно применение или нет. Буквально в ближайшее время, до начала осеннего сезона, вы увидите у нас на канале обзор некоторых моделей манков на гумейника, с применением их именно по обучению, какие звуки получать и как применять тот или иной звук. Манки на гумейника жизнеспособны, эта тема не раскрыта на данный момент, и мы с Юрой постараемся ее раскрыть, а самое главное – показать ее на практике, что она очень интересная и тема требует отдельного изучения. Мы о ней расскажем, не переживайте, подписывайтесь на канал и следите за нашими новостями. Значит, следующий вопрос, Юра даст на него ответ, был задан Михаилом Агафоновым, наш знакомый, подписчиком. Какие бинокли вы используете на охоту, на охоте по водоплавающей птице? Юра даст ответ на него. Тоже коротко скажу, мы с Димой используем бинокли марки Nikon, модель Monarch, у него одна модель Monarch, у меня другая модель Monarch, но эта модель мы считаем оптимальна по сочетанию цены и качества, отличное качество изображения, прекрасное сумеречное число, вижу сумерках, все прекрасно. Когда я начал пользоваться биноклями этой марки, я раньше пользовался советскими биноклями, просто советский бинокль потом вытянул в помойку и даже не пытаюсь в них попытаться вот где-то посмотреть, я всегда беру Nikon Monarch, это тема. Значит, по поводу кратности, ну, оптимальный размер – это 10 на 42. На наш взгляд, 10 на 42 – это то, что надо. Ни больше, ни меньше. Да. Значит, следующий вопрос, который здесь прозвучал. Берете ли вы на охоту новых охотников в свою команду? Это Игорь Дивчик или Ди-в-чик, у него без звуков. Значит, задал вопрос, берем ли мы новых охотников? Как правило, и опять же так исторически сложилось, что новый охотник в коллективе – это новые притертости, новое знакомство, новый уклад, устой. Поэтому мы относимся к этому очень с осторожностью, потому что брали раз охотников и обжигались, не все готовы выносить те тяготы и лишения именно гусиной охоты, вот этой тяжелой, суровой. Да, на вечерку, на утку, да пожалуйста, в плане каких-то клиентских мероприятий, коммерческих охот, без проблем, там взяли, на утку отстояли, вернулись, по домам разъехались. А когда ты находишься в полевом лагере, в отдалении от цивилизации, тебе нужно организовать свой быт, при этом максимально комфортно к друг другу относиться, понимать подшучивания друг на другом, и как это все вообще происходит. И тут новый человек, и ты постоянно на него с оглядкой относишься, а у него другие совсем уклады и устои, поэтому мы очень осторожно относимся. Но мы проводим в некоторых моментах коммерческие охоты, но там уже процесс идет именно на клиента. То есть, по сути, мы как такового результата и кайфа вот от этой охоты, как мы охотились бы вдвоем, мы не получаем, но при этом есть на то свой коммерческий интерес. А если это охота нашим коллективам, как мы, например, уезжаем на север, то у нас там собирается до восьми человек, и они все слаженные, все понимают друг друга, все знают, кто на каком месте находится в этой охоте, и вполне все гармонично находится. Но, как правило, к новым очень с осторожностью относимся. Значит, ответил на этот вопрос. И последний, шестой вопрос перед окончанием эфира, эфира тоже от Михаила Агафонова. Он задал вопрос, какой манок покупать, с акриловой тоналкой или с латунной? Юр, очень кратко на этот вопрос, да, ответ. Кратко, значит, скажу сразу, с акриловой покупайте. Латунь гораздо более привередливый металл. Во-первых, у него другой температурный коэффициент расширения, он может у вас выпасть, упасть. Во-вторых, она более тяжелая. Я в этом году пролюбил латуновую тоналку от одного из своих любимых манков. Они стучались, когда я бежал за подранком, и у меня она вылетела, она тяжелая. Она инерцию имеет, когда манки стучатся, она вылетела, и паш не потерялась, я ее не нашел. Берите с акрилом, не пожиреете. Значит, кроме того, латунные тоналки в сильно отрицательную температуру начинают мерзнуть, на них начинают наледи образоваться. Их нужно прогревать, там продувать. Не всегда они у вас сразу сработают. Конечно, при сильном морозе может и латун, и акриловая замерзнуть. Но, в общем, берите акрил, не пожалеете. Ну, все, ребята, у нас осталось буквально 50 секунд до конца нашего эфира. Мы ответили на 12 основных и на 6 дополнительных. 18 вопросов мы дали ответы, ну, прям вот, ну, как есть. Ничего не скрываю, ничем не лукавлю перед вами. Поэтому благодарим вас за то, что остались. Благодарим за внимание к нашему эфиру. Также надеемся, что он был для вас полезным, этот эфир. И еще раз хотим поздравить вас с 75-летием годовщины победы в Великой Отечественной войне.